Угол наклона тоже приемлем. Доступная среда, считает Роза Акселенко, складывается из множества деталей. На большинство из них обычные люди чаще всего даже не обращают внимания. Важна ширина прохода, то есть как для людей с палками, так и для колясочников не менее полутора метров. Если масштабные торговые центры уже адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья, то большинству магазинов категории «удома» еще требуются доработки. Время доступности это точно такая же, как пожарная безопасность, это как санитарно-гигиенические нормы. Доступность городской среды для людей с ограниченными возможностями здоровья обсудили на Совете по делам инвалидов при главе Прикамья. Дмитрий Махонин отметил, что создание доступной среды – приоритетное направление для краевых властей. Это касается в том числе общественного транспорта, дорожной сети, количества и содержания мезли инвалидов на платных парковках. Дмитрий Махонин поручил правительству совместно с администрацией Перми проработать этот вопрос и на ближайшем Совете по делам инвалидов представить результаты. Наша основная задача – совместно с общественными организациями ввести контроль и мониторинг тех сведений, которые предоставляет муниципалитет, чтобы это была доступность не только на бумаге. Заявлено, что необходимые условия для людей с инвалидностью обеспечиваются в учреждениях по всему Пермскому краю. Эти таблички в Краснокамском многофункциональном центре предназначены для слабовидящих людей, чтобы они могли легко ориентироваться в помещении. Для людей слепых и слабовидящих в МФЦ используются тактильные стенды. Входы в поликлиники региона, так же, как и в краевой столице, оснащаются пандусами. Имеется кнопка вызова помощи, по сигналу которой сотрудники медучреждения должны помогать людям с ограниченными физическими возможностями. Современные трамваи «Лев и Львенок», которые не так давно появились в городе, также приспособлены для людей с ограниченными возможностями здоровья. Одно из главных новшеств в этих вагонах – это низкое расположение порога, для того, чтобы маломобильные горожане могли легко выходить и входить в трамвай. Внутри салона есть специальное место для инвалидных колясок с креплением и удобными поручнями. На сегодняшний день почти полторы тысячи объектов образования, здравоохранения, соцзащиты, спорта, культуры и транспорта адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья. В этом году планируют обустроить еще 124. Анна Попау, Матвей Вершинин, Матвей Санников, Вести Перем.